Вассап, мамены! Это 26-й день моего пути на Аризона РП Каса Гранде. Мой ник и промокод есть в описании, а первым делом зайдя в игру, я уволился из страховой компании, поскольку туда я вступал только для того, чтобы отыграть там 500 часов и получить вечную адвип. Но теперь, чтобы ее получить, нужно отыграть целых тысячу часов, и, по-моему, проще уже ее скрафтить самому. На ютубе уже вовсю показывают новый крутой заработок в гетто с автоугоном, и я решил проверить, реально ли он такой имбовый. Приехал на Грув, и меня приняли на четвертый ранг. Оказалось, что заниматься угоном авто можно и на четвертом ранге, хотя везде написано, что это с пятого ранга. Тут же я поставил лавку на скупку отмычек для угона по 500 тысяч, но я еще не знал, что цена на эти отмычки растет не по дням, а по часам, и, оказывается, их уже скупают по миллиону. Выставляю тоже цену в 1 миллион, но чуть позже пришлось повысить цену еще на 200 тысяч, поскольку пришел чел, который скупал их по цене выше моей. И вот первую отмычку мне успешно продали. Простояв на спавне еще около часа, мне так никто и не продал больше отмычек, и я решил взять одну бесплатную, которую можно взять один раз в сутки. Теперь, когда у меня есть две отмычки, можно отправиться на поиски машины, которую можно угнать. Первым делом я приехал на штрафстоянку в СФ, но какой-то дорогой машины здесь не было. А чем дороже гос цена машины, тем больше я получу за ее угон, а именно 20% от ее госки. В СФ у какого-то дома я нашел фуру, госка которой около 40 миллионов. Но почему-то взломать ее у меня не получилось, просто она не появлялась в списке, наверное, какой-то баг. Решил проехаться по Вайнвуду и позаглядывать в гаражи домов. Вдруг там будет какая-то дорогая тачка, но и там все гаражи были пустые. Еще проехался по подземным паркингам, но там тоже ничего интересного не нашел. И вот нашел Маверик на спавне в ЛВ, и уже собрался его угонять, но тут подошел владелец и улетел на нем. Приехал на Респу и купил еще одну отмычку за миллион двести тысяч, и потом еще одну за миллион пятьсот. Дорого, конечно, но что поделать? Я должен их окупить. Тем временем на штрафстоянке уже взламывали чью-то фуру, и тут рядом появляется Маверик, и я решил, что это мой шанс. Приступаю ко взлому, и у меня есть целых шесть минут, чтобы его взломать. Просто нажимаю на стрелочки, которые высвечиваются, и так нужно сделать, пока не заполнится вся шкала. На это у меня ушло целых пять минут. Ребята из банды меня прикрыли, спасибо им за это. И вот я, наконец, взломал вертолет, и теперь осталось только долететь без происшествий и забрать свои деньги. Прилетаю на место, и что вы думаете? Я взрываюсь и не получаю ни копейки, а мог получить за него целых пять миллионов шестьсот тысяч. Все потому, что там почти нереально посадить вертолет из-за маппинга. За угон мне дали три звезды, хоть он был и неудачный. Поэтому едем к Гураму, и за пятьсот тысяч снимаем весь розыск. Пока что я в минусе почти на два миллиона. На Вайнвуде случайно заметил новую ламбу за сорок тысяч АЗ коинов. И по идее, если я ее украду, то получу за нее, наверное, восемь тысяч АЗ? Давайте проверять! Блин, опять этот баг, из-за которого я не могу угнать машину. Найти хорошую тачку и так нелегко, а тут еще и такое. Надеюсь, его быстро пофиксят. На респе Рифа я нашел вот такую БМВ, и думаю, стоит она немалых денег. Надеваю маску и начинаю взлом. Надеюсь, меня никто не заметит и не убьет. Спустя пять минут тачка взломана, и везем ее на сдачу. Итак, внимание, сколько же я получу за эту БМВ? Думаю, лямов пять, не меньше. Миллион шестьсот тысяч? Оказывается, ее госцена всего семь миллионов двести тысяч. Плюс я всего на 100к. В подземном паркинге на ЦР я нашел вот такую ламбу и приступил ко взлому. Но тут пришел ее владелец. Знатно с меня проорал, сел в нее и просто уехал. Класс, минус отмычка. Еще и на снятие розыска трачу пятьсот тысяч. Все-таки у меня уже шесть звезд, а в тюрьму я вообще не хочу. Остается последняя отмычка и вся надежда только на нее. Все. Наконец-то нахожу Маверик где-то на отшибе мира и приступаю ко взлому. Удачно его взламываю и везу на сдачу. Тут я решил уже не рисковать и просто дотолкать его до метки. Сажусь в него и сдаю, и получаю всего два миллиона восемьсот тысяч. А как же пять миллионов шестьсот? Вот почему мне дали только десять процентов от его стоимости, а не двадцать? Ну тут два варианта. Либо это какая-то страховка от угона, либо угон пофиксили и теперь дают только десять процентов. Но несмотря на это, отмычку я все же окупил. Снова ставлю на респе лавку на скупку отмычек и за полчаса мне продали всего одну. Не забываем сбрасывать розыска, то после угона Маверика я его так и не сбросил. И наконец-то я нашел фуру. Если ее госка тоже около сорока лямов, то я получу целых четыре миллиона, при условии, что это будет десять процентов от ее стоимости. Успешно ее взламываю и везу на сдачу. Так как это новая фура, возможно ее госцена будет даже больше сорока миллионов. Сдаем машину и я получаю двести тысяч? Чего? То есть госка этой фуры два миллиона? Что это за бред такой? Ладно, теперь буду знать, что эту фуру угонять не нужно. Сбрасываю опять розыск за 500 тысяч и что-то этот заработок нифига не имбовый, как все говорят. Я просто в тотальном минусе от этих угонов. Ладно, у меня есть еще один крутой заработок. Вот он точно имбовый. Если вы уже прошли квесты, приходим в этот страшный лес и собираем здесь как можно больше ресурсов. На скейте делать это в два раза быстрее, поэтому всего за полчаса я собрал по 64 штуки каждого ресурса. И теперь все их я могу поменять на новые ларцы Хэллоуина. Получилось 16 ларцов и теперь все их нужно продать. Придя на ЦР, я нашел вот такой аксессуар с заточкой плюс 9 за 23 миллиона. И мне он так понравился, что я его купил. Я думаю даже, что это тот аксессуар, который я хочу видеть в своем сете, потому что выглядят эти крылья очень круто. Напишите в комментариях, дорого я их купил или это норм цена. А теперь ловим лавку и выставляем все свои ларцы. И те, что я обменял, и те, что заработал в прошлой серии на работе автобусников в Vice City. Выставил все по таким ценам и спустя 3 часа у меня купили просто все, что я выставлял. Плюсуем 40 миллионов, из которых 6 миллионов 400 я заработал за продажу ларцов Хэллоуина, которые я обменял на ресурсы, которые добыл всего за полчаса. Грубо говоря, всего за полчаса я заработал 6 миллионов 400 тысяч. Заработок реально топ.